Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. По какой причине, что является триггером, что через 10 лет дружбы на грани с мужчиной пришло осознание, что это тот партнёр, что я искал. Скорее всего, речь идёт об идеализации. На сумме центрации на человеке ваших потребностей, которые неудовлетворены. Были, вот, может быть, всегда были неудовлетворены, может быть, стали неудовлетворяться. Вот, с какого-то момента времени. Вот, и, соответственно, вы начали таким образом идеализировать человека, и в итоге вот вы пришли к такому выводу. Как это работает? Работает это так, что вот есть рядом человек, да? Вот, вы с ним общаетесь, с этим человеком, я имею ввиду. Ну, общаетесь, да, вот, просто взаимодействуете с ним. А вот, у вас есть к нему определённая симпатия, у него, допустим, к вам есть определённая симпатия. Вот. В этом смысле всё хорошо. А дальше происходит что? Происходят разные события в жизни. Вот. Происходят, ну, различные потрясения, происходит какое-то вот ваше, там, к примеру, не знаю, в столкновение, ну, столкновение с опытом, да, ваше, вот. И ваше отношение к этому человеку, да, вполне логично, меняется в зависимости от этого опыта, который вы имеете. Вот. То есть, вы получаете какой-то опыт, и ваше отношение, ваше отношение к человеку меняется. Вот. Ну, и, соответственно, если опыт обладает определённой направленностью, ну, вот, то, соответственно, будет меняться и в таком случае, да, будет меняться и в отношении к человеку. Вот. Что, ну, на мой взгляд, вполне естественно, да, и вполне нормально. Вот. По времени здесь, ну, не такое большое значение играет количество лет, лет, вот, которое, ну, что прошло с момента, когда у вас, когда вы с ним познакомились, да, и когда вы начали испытывать к нему определённые чувства. Вот. Можете быть уверены, что это не особо имеет значение. До этого, да, вы пишите, что это тот партнёр, что я искал. Вы пишите. А что именно вы искали? Ведь если вы что-то искали, значит, вы этого хотели. Если вы этого хотели, значит, ну, это ваши потребности, получается. Вот. Соответственно, если это ваши потребности, то нужно смотреть, чего вы хотите. Эти потребности желательно закрывать, но желательно делать это такими способами, чтобы это не улучшало ваше качество жизни. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вы вполне можете поисследовать свои потребности. То есть, вот, то, что вы искали в партнёре, да, вот. И, соответственно, это будет неплохим таким для вас, как мне кажется, продвижением вперёд. И, соответственно, если вы получите себя и видите, это? Я вам дунула, что я, ну, подниму, это вам сказал. В общем, похоже, вы решите ваши вопросы? До этого я тоже знал, но не было таких ярких переживаний и убежденности. Это связано с теми процессами, которые в вашей жизни происходят с вами. При всем этом его также всегда ко мне облекло не только физически, но и эмоционально, интеллектуально, максимально легкие отношения. Ну, то, что его к вам влекло, например, на мой взгляд, еще не означает, что он хочет с вами что-то приютное. Вот. То, что вы говорите о том, что его влекло, да, ну влекло, влекло. Хорошо, что влекло. Вот. Но это только, опять же, некоторые мужчины к влечению относятся, ну, весьма-весьма, в спасении, скажем так. Есть одно но. Я в браке с человеком, которым не пытаюсь, почему так вышло, а ставим за рамками открытых вопросов. То есть вы не хотите это обсуждать. Ну, хорошо. Не будем. Так же и друг, с которым эмоциональная связь состоит уже аж 4 года, а я 5 лет в отношениях для комфорта. Там нет любви, я вижу, спрашивал. Ну, я бы сказал, что вы оба, получается, здесь боитесь психоэмоциональной близости, вот, вы оба, получается, опасаетесь этой психоэмоциональной близости и, в общем и целом, стараетесь, значит, не сближаться. То есть, да, влечения вроде бы есть, вот, но до серьезных отношений не доходят, вот, как у вас, так и у него, вот. Это люди, которые боятся близости. То есть, боятся, боятся, вот, того, что, ну, влечения, ну, влечения, влечения есть, да, именно влечения, влечения. Ну, и люди как-то боятся, что случаются этого влечения, вот, и не позволяют ему, скажем так, себя направлять. Вот. А, пока вот и что-то. Поэтому, да, на мой взгляд, вы просто боитесь близости, вот, боитесь сближаться с тем, кто вам нравится, с тем, кому у вас есть чувства, вот. Это не случайно у людей, которые имеют не слишком позитивный опыт взаимодействия с, ну, вот, с романтическими партнерами, вот, довольно часто такая история возникает. Это неприятно, это больно, но это, вот. Это, к сожалению, реальность, вот, с которой мы сталкиваемся. Вот. Дальше. Так, у него спримеровалась ограничивающая установка, что, несмотря на наше сильное протяжение, неугасающее много лет, теперь уже все это неправильно. Он не хочет делать больно хорошему партнеру, не хочет ручить семью, особенно своего брака, знает. Ну, я бы сказал, что несколько, несколько странно это звучит, потому что, вы говорите, что сильные чувства у вас возникли только сейчас, то, если я правильно понял, спустя десять лет. А тут вы говорите о том, что притяжение у вас вот все это время было. Ну, мне хочется вас уточнить в таком случае. Вот, в таком случае мне хочется уточнить. Так притяжение было всегда, вот, или притяжение появилось у вас только вот, ну, через десять, как вот вы говорите, лет. То есть просто здесь вот как-то не совсем, на мой взгляд, это очевидно. Хотелось бы вас, конечно, правильно понять, по возможности. Я живу в когнитивном искажении, что может еще раз с ним живи, как жива. Во всем тебе чувства. Нет, ну, можно себя заставлять так жить. Я уверен, что вы себя, в принципе, и заставляли так жить. Я уверен, что вы, в принципе, до сих пор себя заставляете так жить. Ну, на мой взгляд, так очень и очень жить тяжело. Очень, очень тяжело так жить. Потому что чувства человеку нужны. Поэтому вы можете, конечно, ну, пытаться себя убедить, да, можете. Можете пытаться себя убедить, убеждать в том, что чувства вам не нужны, скажем так. Вот. Но ситуация заключается в том, что все равно вы будете, грубо говоря, к чему-то тяготить. И это, в принципе, вполне нормально. Вполне нормально, что вы будете, ну, вот, хотеть к чему-то тяготить. Вот. То есть вас будет, ну, условно, условно тянуть. Вот. Вас будет тянуть там, например, к человеку. Вас будет не тянуть еще больше к вашему мужу, вот, с которым у вас отношения и так не очень и так далее. Вот. Дальше. Это принижение себя, это укорение себя, это представление себя как какой-то плохой и так далее. С этим нужно работать. Хотя прекрасно знаю его отношения ко мне. И какое, какое оно, боюсь не победить рациональный мужчина. Зачем? Зачем побеждать? Вот. Вот. А как разобраться в ситуации? Что стоит делать, а что нет? Что стоит делать, для чего? Это первое. Вот. Если вы не хотите рассматривать, например, вопрос своего брака, то, предположим, мужчина захотел с вами быть. Предположим, он даже закончил те отношения, но вы-то из брака будете готовы или нет? То есть, как бы, надо определиться с этим. Что делать, для чего? Что делать, чтобы что? Ну и, конечно, побеждать рациональный мужчина не нужно. Желательно просто быть собой, просто проявляться и все. Дальше. Раньше с тем, кем хотела, быть не получилось. Сильно любила другого человека много лет назад. А мы, скажем так, с решением обстоятельств брака по договоренности. Я думаю, что у вас вообще не складываются эмоциональные отношения. А мне кажется, это связано с тем, что вы, опять же, боитесь быть отвергнуты. Вот. И, значит, ну, довольно сильно обесцениваете, как мне кажется, себя в отношениях. Вот. Если это так, то, в первую очередь, нужно работать именно с этим. Вот. То, что вы любили человека много лет назад, у вас не сложилось. Но это тоже есть причины. Вот. Какие причины нужно разбирать. Но я думаю, что там, как и здесь, не последнюю роль играют компенсаторные механизмы. То есть вы компенсируете этими отношениями, в том числе и тем, в каких вы сейчас отношениях. Вы компенсируете это все. Этим, точнее, вы компенсируете какой-то дисбаланс внутри себя. Вот. Вот вы пишите, что мы в течение обстоятельств брак и подговоренности. Но вы же для чего-то это сделали. Зачем-то вам это было нужно? Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А желаю вам всего самого доброго и удачи.